Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать средства, соизмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобное уже удавалось в истории. Например, Бойн, империи рушатся, распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работает в Транссибирском магистрале, построенный век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенный построенным технологиям небесной дороги Skyway, также будет работать на благо людям столетия, гнася доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям, тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Так, отлично. Погромче, да? Потому что в прошлый раз мы что-то совсем... Чуть погромче, а то он все хрипел. Вот так. Антенну отстриги. Антенну, до которой... Так, ну что, друзья. Среда сегодня, 28 июня. Как всегда, время технико-экономического вебинара. Так что мы с Алексеем начинаем сегодня крайний, как мы называем уже в этом году, вебинар. Крайний в этом периоде. В этом году я не оговорился, потому что для нас отчетный период – это экофестиваль. Соответственно, экофестиваль в этом году у нас 1 июля. До фестиваля осталось 2 дня. Вот сегодня уже не в расчет... Соответственно... Двигаемся в Минск. Поэтому, начиная с завтрашнего дня, работа уже будет в Минске. Вот, соответственно, это начало нового-нового этапа. Мы, друзья, очень долго к этому шли. Это очень знаковое для всех для нас событие. Оно связано с огромными усилиями и командой, которая сейчас готовит экофест, и с инженерной командой, которая разрабатывала и строила машины, и, соответственно, с теми, кто готовит и сейчас испытывает и путевую структуру, и подвижной состав, и готовит прием 5000 гостей, более чем из 60 стран мира. Друзья, конечно, это очень знаковое событие. И сейчас давайте еще... У нас несколько тем будет сегодня. Но, конечно, основная, друзья, это встреча через 2 дня, когда я с большим удовольствием встречусь со всеми нашими партнерами, с кеми мы встречаемся и работаем, и с кем-то онлайн на вебинарах, с кем-то с ногами уже. Это офлайн, то есть непосредственно при проведении встреч. Интенсивность встреч сейчас, друзья, просто колоссальна. Это уже 2, а иногда и 3 презентации конференции сегодня, ну, фактически по всему миру, по всей Европе. Вот, и, соответственно, после Экофеста начнется новый период уже работы непосредственно заказчиками адресного проекта. Мы сейчас уже с Алексеем активно в этом направлении работаем. Вот, поэтому, друзья, давайте... То есть мы анонсировали, обещали, что будет такая ключевая, наверное, новость перед Экофестом. Как мы вчера смеялись, Сорока на хвосте принесла. Вы, наверное, уже обратили внимание, что к нам на вебинар Сорока часто много чего заносит, вот такого, что потом подтверждается в официальных новостях, в официальных, так сказать, поэтому источники информации, как вы понимаете, у нас самые достоверные, но мы тоже всегда акцентируем, что у нас на вебинарах все это не официальные новости, но новости дает только в новостях и в лентах то, что и дает от головной компании, но, как говорится, при комментариях и при подготовке мы с вами информационное пространство, которое создали, очень серьезно и серьезно используем. Ну вот, друзья, вчера эти новости еще не проходили нигде, потому что только в 7 часов вечера вчера был закончен монтаж гибкой путевой структуры 200-400-200. Почему, друзья, об этом не заранее не объявляли? Я говорил, что до конца не было понятно, что удастся ли сделать эту сверхсложнейшую инженерную задачу. Друзья, чтобы вы понимали, это эквивалент моста производимостью 20 миллионов тонн, это больше, чем Крымский мост, и более чем 300 тысяч пассажиров в сутки, это больше, чем ветка метро. Так вот, друзья, вся эта конструкция сегодня смонтирована и продемонстрирована с пролетом в 400 метров. Мы, друзья, заранее не акцентировали на этом внимание, потому что непонятно было сделать. Но сейчас, друзья, я могу вам четко сказать, это революция в техническом мире. И именно это на вице-президента Сименса произвело больше всего впечатления, когда он услышал о пролетах 400 метров. А когда Виктор Бабурин ему сказал, что мы сейчас уже проектируем 800-1,5 километра, а вообще можно делать выше 3 километров один пролет, для транспортировки где-то 5-8 тонн подвижного состава на 14 пассажиров либо на 5 тонн груза, вот, как я говорил, уже 20 миллионов тонн. Вот это, друзья, реально революционное решение, которое сегодня есть в технике. И вы это все своими глазами увидите. Испытания, естественно, подвижного состава на нем не будет, потому что сейчас идут только испытания именно прочностные, потому что я говорил, вчера только закончен монтаж. Но, друзья, это реально техническая победа. Это реально то, что сегодня будет показано Экофеста, друзья, это одно из ключевых решений. И, как вы уже говорили, что раньше оно не было продемонстрировано, друзья, не потому, что скрывали, или не потому, что не хотели показывать, а потому что только за 2 дня до Экофеста закончен окончательный монтаж. Это, друзья, натяжение канатов внутри, это поднятие его на высоту 15 метров, это расчет и изготовление полностью прогиба, который сегодня есть. Это очень сложная седловая конструкция, которая сочетает для того, чтобы нагрузки не передавались от подвижного состава на опору. И все это, друзья, очень легкое, очень ажурное и очень прочное. Вы сами увидите, что вот реально я вам показываю вот таких размеров рельс. Вот я вам действительно вот еще раз покажу. Вот таких размеров рельс он выдерживает 20 миллионов тонн в год и 300 тысяч пассажиров в сутки. Вот это, друзья, действительно решение, которое перевернет весь мир. И это то, что будет потом перевозить контейнеры, уберет все контейнеры с дорог Европы и Америки. Это то, что уберет пробки из городов. Это то, что реально будет позволять делать горные трассы. И то, что сегодня мы готовим, это, друзья, абсолютно начало новой эры. И как мы обещали, все это было по дереву целей. То есть запараллелено сотни и сотни одновременно задач. И вот, друзья, как вы уже видите, за два дня до Экофеста заканчивается монтаж. Сегодня заканчивается монтаж и окончательная сборка 24-местного юнибуса. Сейчас идет шлифовка и уже покраска окончательная юнитрака, который будет перевозить до 50 миллионов тонн. Это все, друзья, мы с вами увидим. И, как вчера сказал Антон Эдуардович, чем он меня, кстати, тоже заинтриговал, потому что я меньше, чем две недели назад был в Эко-технопарке, он сказал, что даже ЗИЛ, который я уже видел на постаменте, наш дедушка Скайвея, юнибайка и юнибуса, и то, он сказал, что когда ты его видишь, он тоже тебя удивит. Мне теперь даже самому просто интересно, что же они умудрились даже с ЗИЛом сделать, чтобы ЗИЛ, которого мы с Кудряшовым Женей и нашли, и который восстановлен из того ЗИЛа, который был в озерах, соответственно, что же из него можно еще такого сделать, и чем он меня может удивить. А Виктор Вабурин, он вчера был в Эко-технопарке с одним очень высокопоставленным представителем арабского мира. Вот, соответственно, об этом официальные репортажи все будут, это, друзья, уже сейчас даже не так важно. Вот, и он просто сказал, что, говорит, вы не представляете, что произошло и что изменилось в Эко-технопарке. Поэтому, друзья, мы с вами еще раз давайте увидим, как раз и Андрей спрашивал, и всех очень интересовало, будет ли, друзья, показано вот это революционное решение 200-400-200. Так вот, сейчас я могу сказать, однозначно будет, оно готово к демонстрации, и мы с вами действительно увидим чудо технического решения. Потому что это одно из основных направлений. Потому что эстакада, которая показывает сегодня, где будет Юнибус, который разгонный, она заиграет только на следующий год, когда будет продлена, и на ней будем давать высокие скорости. Сегодня это основа, это хребет Скайвея, но те технологии, которые сейчас показываются, друзья, они уже очень серьезно дорогого стоят. Поэтому сегодня уже закончена система, и мы с вами увидим легкую трассу для Юнибайка и для Юнибуса. Это также она является грузовой трассой для 20 миллионов тонн в труднодоступных месторождениях. И самое главное, что мы сегодня готовы предоставить концепции 400 метров одним пролетом, 800, полтора километра и так далее. Это вот, друзья, аналогов, вот когда спрашивают, есть ли конкуренты у Скайвея, аналогов сегодня не существует. Никто не может сделать гибкую эстакаду с грузоподъемностью 20 миллионов тонн в год или 300 тысяч пассажиров в сутки для того, чтобы она еще имела гибкую структуру и была очень прочной. Это, друзья, реальная победа инженерной школы Юницкого. Он показал и продекларировал это много лет назад. До конца инженеры в это не верили. И я могу сказать, что одно из удивлений, как я уже говорил, от вице-президента Сименса, это было в том, что когда вы покажете вот эту гибкую путевую структуру с такими характеристиками, он говорит, приглашайте меня, я хочу это увидеть, потому что это действительно революция. И, как я вам уже говорил, что это одно из ключевых решений, которые вы своими глазами увидите в субботу через два дня на Экофесте. И здесь я еще могу сказать, друзья, никто никогда еще этого не видел. Соответственно, никто никогда не обсуждал путевую структуру, которая может быть с такими прочностными характеристиками и такой продолжительности без удорожания. Фактически, друзья, мы с вами увидим 800 метров вантовый мост по характеристикам, соизмеримый с Крымским мостом. Но представьте, друзья, на Крымский мост уже потрачены десятки миллиардов долларов, и он еще не готов, и характеристики у него будут меньше, чем у нашего вот этого маленького вантового моста. Это, друзья, для сравнения и для того, чтобы понимать, что вы видите. Ну и, конечно, мы с вами, друзья, увидим уже нашего любимого юнибайка. Вот. Вы, наверное, уже все слышали и не раз, то есть мы много говорили о том, что требования были к безопасности и к всему, чтобы все было только в статике, никакой динамики. Вот. У меня даже там писали, что отказываемся от Экофеста, почему мы туда приедем и ничего не увидим, так сказать. Хотя ролики вон все есть и 80 километров в час, 87 даже километров в час сегодня юнибайк дает. Вот. Соответственно, Анатолий Эдуардович принял решение, и он так это тоже по секрету сказал, что динамика будет. Как это будет, раскрывать не будем, но мы все с вами увидим и подвижной состав движения. Так что, друзья, это тоже очень такая хорошая новость, и, ну и вообще могу сказать, что ожидается огромное количество сюрпризов, будет все очень здорово и хорошо организовано. Ну и самое главное, друзья, основной праздник это мы с вами, потому что я с нетерпением жду встречи с огромным количеством уже своих друзей, с кем мы общаемся. Это и наши партнеры из Венгрии, и Ласло, и Чабо, и Словакии, основные инвесторы сегодня, которые просто поражают и работами, и инвестициями. Это и Франтишек, Солар, и вся его команда, которая есть. Это наши новые друзья из Италии. И сегодня вы увидите, кто потом будет 2-го числа на конференции, выступление, ну просто потрясающего оратора итальянца, который ввел термин. А что тут дергается, так сказать, как бы это осталось два дня? То есть Мирополис, как всегда, это... Вот, соответственно, Александра, это настоящий итальянец, который ввел термин, и который сказал, что я горжусь, что Леонардо да Винчи с средних веков был итальянец, а Леонардо да Винчи нашего времени, это Анатолий Юницкий, поэтому я всегда говорю, что этот термин, что Юницкий, Леонардо да Винчи нашего времени, ввели не мы, а ввели сами итальянцы. Вот, и вы увидите его выступление, это настоящий эмоциональный итальянец, настоящий профессионал-инженер, который очень интересно и очень глубоко вник технологии, сегодня является большим-большим сторонником и последователем технологии. Мы еще с вами будем общаться с очень многими интересными сегодня нашими лидерами, вы увидите очень мощную команду из Вьетнама, то есть приедут, которые сегодня уже готовят и адресный проект Таханой Хо Ши Мин, и мы готовим сегодня большую конференцию на август месяц уже во Вьетнаме, вы увидите серьезную делегацию из Индии, то есть, друзья, это будет... Ну и, конечно, основное, друзья, это наше с вами настроение, то есть я по себе могу сказать, когда я каждый раз заезжаю в Экотехнопарк, я просто не могу, потому что это, друзья, ощущение того, что мы сделали вместе, мы сделали невозможное, это можно видеть своими глазами, и когда еще начинаю собсуждать и делать, что это только промежуточный, очень маленький этап, а нас еще с вами ожидает, на следующий год, друзья, у нас с вами будут скорости 500 км в час, это вообще переворот с точки зрения, до этого тоже дойдем и сделаем, но это большая работа. А сегодня мы с вами можем очень четко гордиться, очень четко отдавать ответ всем этим там нашим друзьям, недругам, о них мы тоже чуть попозже поговорим, вот, они тоже дают поводы о себе. А сейчас, и, кстати, я могу сказать, что это заслуженная такая гордость, потому что вот на прошлой неделе мы командой были, Виктор Бабурин, заместитель генерального директора, Кирилл Бадулин, главный экономист сегодня головной компании, Алексей Суходоев, я, мы были в Праге на конференции и на вручении золотой колесницы, это инновационная премия в сфере технологий, мы ее называем как бы Оскар в сфере инноваций, и там была вручена нам эта награда, именно для того, чтобы мы ее передали Анатолию Доваровичу Юницкому, вот, Виктор, видите, с дипломом, и я могу сказать, что основная часть, кто там были, банкиры, транспортники, практически со всей Европы, они просто были поражены, и поражены они тому, что, они говорят, друзья, мы очень много слышали о технологии Skyway, но мы считали, что это утопия, это далеко, это не сегодняшний день, а когда Виктор выходил получать золотую колесницу, то мы поставили двухминутный ролик, где шла перебивка, где по очереди шла сначала анимация, потом реальные испытания, потом опять анимация, потом испытания, и стало абсолютно понятно, что то, что мы сделали, это уже существует, но это промежуточный этап, и мы будем двигаться дальше. Поэтому, друзья, еще такой факт по колесницу могу сказать, что было два номинанта на... не два номинанта, а две номинации, соответственно, золотой колесницы. Первая была вручена президенту Республики, Чешской Республики, и вторая именно Skyway, и главному инженеру, и главному конструктору Анатолию Даршу Юницкому, как именно научному руководителю школы, как признание инновации. И очень приятно, что это отметили все, было очень много прессы, очень много, соответственно, специалистов. И это вот как раз Альфред Жуков, это председатель комиссии по золотой колеснице. Преждедущая, я вам могу сказать, была проведена в Женеве, в здании Организации Объединенных Наций, как именно такая всемирная премия. Поэтому это сегодня серьезный наш партнер, и они как раз очень рады, что мы подсоединились, тем более, что там были определенные недоразумения, что определенные жулики, выдавая технологию Skyway за свою технологию, даже несколько раз обманули Оргкомитет именно золотой колесницы. Но сейчас все встает на свои места, и всем понятно, что автор технологии инженер Юницкий. Инженерная школа сегодня полностью показывает и демонстрирует то, что она декларировала некоторое время назад. И сегодня мы сделали самый главный шаг, друзья, который позволяет сегодня нам уходить от разговоров по сравнению, есть ли конкуренция или нет конкуренции. Это, друзья, демонстрация промышленных образцов. И даже когда начинает говорить о Илон Маск или еще тому подобной технологии, конкурент или нет, при всем уважении, друзья, я могу сказать, что это не конкуренция, это детский сад. Показывать картинки, показывать анимации в компьютере и говорить о том, что это прорывной транспорт, друзья, это разговор ни о чем. Мы сами были очень долгое время в этой ситуации, хотя дедушку Зилу мы показывали, Юницкий построил первую трассу еще 15-16 лет назад. Тем не менее, этого все равно было недостаточно для того, чтобы сказать, что технологии есть, но это пока... И сегодня можно сравнивать и говорить, конкурент кто-то или нет, когда есть действующий образец, когда есть промышленный образец. Если нет, друзья, бесполезно. Все остальное это болтуны. Если вы сегодня показываете, рисуете и говорите, можно ли сравнивать сегодня картинку с действующим образцом. Нет, друзья, это смешно. И мы вышли за этот уровень. Это было очень непросто, друзья. Это было сделано только благодаря нашей с вами работы, когда мы построили то, что у нас сегодня есть, и мы прекратили сегодня разговоры по поводу того, есть технологии или нет технологии, кто автор технологии, лучше она или нет. Дальше, друзья, только сравнение с образцами. И поэтому, когда кто-то говорит, есть какая-то технология, друзья, сравниваем. Когда мы сегодня сравниваем со скоростными железными дорогами, мы говорим, да, 390 километров сегодня скорость у железных дорог Китая, но километр стоит 200 миллионов долларов. 200. Сегодня у нас скорости небольшие, мы только на следующий год выйдем, но у нас цена меньше 10 миллионов долларов за километр. Поэтому, друзья, можно сравнивать уже эти характеристики. И, соответственно, сегодня железные дороги скоростные не могут сделать меньше 10 литров на 100 километров на одного пассажира в топливном эквиваленте, а Skyway декларирует уже меньше 1 литра. Соответственно, это тоже характеристики, которые подтверждаются. И это, друзья, только начало. Только начало. Поэтому, друзья, я считаю, что это заслуженная награда, которую мы вот всей командой и Виктор на экофесте вручит и передаст генеральному конструктору Анатолию Ивановичу Юницкому. Это заслуженная его награда, это заслуженное признание именно его инженерной школы. И еще что, друзья, я очень могу отметить уже именно наш общий вклад, что организаторы премии, потом Банкирский дом СНГ, еще очень много организаций, которые присутствовали, они были просто поражены нашей командой, когда мы настолько слаженно, настолько грамотно делали презентации, выступали, отвечали на вопросы, вели дискуссии. И, соответственно, организатор Альфред Николаевич Жуков позвонил Юницкому и сказал, что теперь я в вас верю, потому что у вас есть инженерная школа, у вас есть производство и конструктора, и у вас есть команда, которая готова продвигать, делать, отстаивать. Поэтому это, друзья, тоже очень такое хорошее признание и хорошее... Значит, до этого, это я по себе уже могу сказать, что я был на большой презентации в трех городах Италии. Вот, у нас очень активно пошли инвесторы, именно большим таким и объемом, и по количеству, и по деньгам из Италии. Вот, и это только-только начало. Вот, у меня сейчас очень после Экофеста плотно расписан график уже по тем презентациям, которые начались уже по фондам и по крупным инвесторам. Это, друзья, как раз говорит о том, что интерес, который мы создавали, то аджиотаж, который был вокруг технологии, именно с точки зрения демонстрации, он достигает своих результатов. Поэтому, друзья, мы с вами подходим к Экофесту просто с потрясающими результатами. Буквально готовится визит очень большой... ...во главе с министром транспорта. Будут несколько повторных визитов уже наших арабских партнеров, и как раз вот один из помощников такого очень крупного деятеля именно арабского мира. Вчера был с Виктором именно на Экотехнопарке, который мы показывали. Вот, у нас готовится еще целый ряд визитов министров транспорта. Мы говорили, это и Монголия, это и Израиль. Вот, сейчас готовится встреча с министром транспорта Италии, потому что на встрече с крупным бизнесменом, когда было продекларировано, что мы можем сделать программу в течение 3-5 лет, убрать все фуры с дорог Италии, то это, конечно, произвело впечатление. А для меня это было особенно, ну, как бы там, эмоционально я донес этот вопрос, потому что, когда я ехал из Венеции в Верону, вот, по автобану, то впереди нас на 200 метров оторвало колесо у фуры и вырвало в задний короб. И он упал где-то в 80 метрах от нашей машины, мы ехали на скорости 140 км в час. Передняя машина перед нами врезалась и перевернулась, и мы на скорости где-то 140 должны были в нее врезаться, там, ну, девушка, которая была за рулем. Оказалось неимоверной реакцией, мы проскочили буквально вот там в 5 сантиметрах от этой машины, чтобы не было лобового столкновения. Поэтому, друзья, это вот на ровном месте, когда возникает аварийная ситуация просто из-за того, что лопается колесо у фуры. И на таких скоростях сразу огромное количество людей подвергается опасности. И здесь никакие роботы не заменят, никакая мобильность 4.0. Надо просто убирать фуры с дорог, выводить их на второй уровень и в автоматическом режиме, чтобы они вдоль трасс транспортировали грузы. И эту программу мы предложили сегодня правительству Италии, они активно начали обсуждать. И точно так же это сейчас идет на обсуждение на государственном уровне именно в правительстве Израиля. Это дальше подходит, это будет развиваться. Поэтому, друзья, мы много что с вами увидим. Экофест это этап, который дальше будет развивать, делать и показывать. Поэтому, друзья, мы с вами еще раз могу сказать, встретимся на этом празднике. Будем дальше себе увеличивать и смотреть эту уверенность. И этой уверенности заражать всех остальных, показывая, что и как двигаться. Ну а финансовый механизм, друзья, он работает, система платежей совершенствуется. Вы это видите, наверное, и в личных кабинетах. По количеству инвесторов, которые сегодня приходят, у нас постоянный сейчас идет и рост по инвестициям, и по самим партнерам, которые сегодня подсоединяются. Вот поэтому, друзья, движемся и впереди нас ждет очень и очень интересная перспектива. Теперь, друзья, давайте несколько с другой стороны то, о чем мы сегодня говорим. И как мы говорили и предупреждали, к Экофесту, к 1 июля не только все готовятся как к празднику, не только все готовятся как именно к демонстрации и к торжеству технологии Skyway. Есть еще очень много жуликов, мошенников и просто боров, которые также сегодня развиваются и делаются в проекте. Мы рассказывали с вами и показывали эпопею, которая была с онлайнером, мы вам рассказывали и показывали эпопею, которая была еще с рядом жуликов, отчасти с Виктором Узловым, который также претендует почему-то на авторство. И у него буквально с прошлой недели появился термин «струнные технологии» на его мошенническом сайте, который он уже 10 лет пытается доказать, что он имеет какое-то отношение к струнным технологиям. И буквально два дня назад возникла еще одна очень интересная ситуация. Мы выявили провокацию, которую мошенники готовили на том, чтобы сыграть на проведении Экофеста. Потому что, друзья, мы с вами понимаем, что такое Экофест. Это сбор в одном месте 5000 инвесторов. Это грандиознейшее событие. Там будут официальные представители властей Беларуси, потому что они очень отслеживают внимательно то, что происходит. И дальше будет очень серьезное развитие. То есть, вы знаете, уже мы говорили, что было выездное заседание Академии наук на Экотехнопарке. Приезжал вице-премьер с министром транспорта. Они уже это все готовили и готовят для доклада первому лицу государства. Потому что он пристально следит за развитием Скайвэя. И, друзья, то есть будет четыре трассы, будет подвижной состав. Просто само по себе, понимаете, это грандиозное событие. И тут много спрашивают. Естественно, что мы будем все это транслировать, транслировать. И съемки будут, и перископ обязательно у меня будет работать. Здесь, друзья, мы ваших ожиданий не обманем. Основные события. Тот, кто не сможет приехать, вы обязательно увидите. И в перископе, и потом в репортажах, и так далее. Так вот, в чем заключался вопрос, что это событие грандиозное. И оно технологию будет убеждать в том, что это очень серьезное мероприятие. И прямой репортаж оттуда будет убеждать. Так вот, друзья, что делают жулики, которые сегодня пытаются примазаться к Скайвэю? Они попытались сегодня, используя это событие, назначить на нее размещение акций в интернете. То есть, якобы продавать обязательства Скайвэя под свою криптовалюту. И, соответственно, это жулики, это мошенники. Они зарегистрировали в Панаме сайт. Они сделали в Лондоне ряд компаний, где с помощью перекрестных доверенностей запутали следы, кто за этим стоит. Они на своем сайте разместили всю команду капитала о том, что как будто мы собираем эти деньги под выпуск криптовалюты для финансирования Скайвэя. И, используя прямой репортаж из экотехнопарков, попытались или попытаются собрать деньги. Мы, соответственно, очень вовремя эту информацию увидели. Официальное абсолютное опровержение о том, что группа компаний Скайвэй ни к какому ICO, ни к каким компаниям в Лондоне отношения не имеет. И все, кто это делает, друзья, это мошенники. Более того, мы сейчас, подключая очень серьезных наших друзей, как это сегодня говорит, из очень компетентных органов, мы выяснили следы, кто за этим стоит, какие команды это готовят. И этим мошенникам уже в уголовном порядке придется ответить за те действия, которые они сегодня делают. Поэтому, еще раз, друзья, это мое заявление, это заявление базируется на заявлении головной компании, которая говорит о том, что никаких размещений в криптовалюте, никаких размещений ICO группа компаний Скайвэй не готовила и не готовит. Если это будет, как мы уже говорили, что в этом направлении движения или там мысли какие-то есть, но это будет не раньше конца, это начало следующего года. И это будет заранее объявлено официальными лицами и заранее на это будет проведено и вебинары, и конференции, и эта информация будет абсолютно открытой. То, что сегодня, мошенническим образом, на 1 июля, во время проведения Экофеста, назначено размещение ICO компании с аналогичным названием Скайвэй, с двумя буковками в конце, это, друзья, просто попытка мошенников примазаться к этому событию и прикрываясь Экофестом, тот, который создавала группа компаний Скайвэй, инженеры и наши инвестиционные фонды, попытаться украсть на этом денег, а на нас повесить ответственность. Поэтому, друзья, мы четко заявляем. И дальше у меня будет просьба, вот, Андрей, потом Борис, это с Норвегии, наши друзья, те, кто владеет английскими, немецкими языками, обращайтесь, Алексей будет координировать эту работу. Обязательно, где есть ссылки на это ICO и на Скайвэй, чтобы везде давать опровержение, что группа компаний Скайвэй ни к какому размещению отношения не имеет. Это все мошенники и воры. И за этим стоит группа, которую возглавляет Виктор Узлов. Мы это тоже четко знаем и понимаем, потому что он сегодня начал работать уже против наших партнеров и Золотой Колесницы, и, соответственно, против лично Анатолия Дорчу Яницкого, и против фондов, которые работают. То есть это такая организованная группа, и этим мошенникам, ворам придется ответить за то, что они сегодня делают. И у нас есть сегодня достаточно доказательств, чтобы показать именно уголовную ответственность этих преступлений. Так же, как были проведены и совершены уголовные преступления в Австралии в свое время, и они тоже сроки давности еще не истекли. Так же, это все к тому, что сколько веревочки не веся, конец все равно будет один. И это тоже можно четко и абсолютно взвешенно утверждать. Вот поэтому, друзья, как мы уже говорили, мы сами не до конца, скажем так, сразу поняли глубину и серьезность этой аферы. Вот, сначала даже показалось, что это какая-то шутка, но когда мы реально выяснили, что, представляете, что сайт, это сейчас Алексей покажет, был переведен с личным кабинетом на 11 языков, что размещение это все идет по группам, и эта работа уже не одни сотню тысяч долларов инвестирована именно в эту провокацию. Естественно, что эти мошенники собирались собрать очень серьезную сумму, и самое важное заставить отвечать или повесить эти деньги на именно группу компаний. Поэтому, друзья, мы говорили, что это начало такой серьезной работы, и по сравнению с этим тролли, которые сегодня на вебинарах пытаются что-то там кукарекать, это просто детский сад и шалости, потому что сейчас мы, друзья, уже сталкиваемся с очень серьезными мошенниками, с очень серьезными именно жуликами, которые, используя Skyway, пытаются и обогащаться, и еще обманывать людей. У нас выяснилось сегодня очень интересное, когда точно так же непорядочные и нечистые на руку партнеры, используя Skyway, которые пытаются собирать деньги уже в свой карман для того, чтобы ответственность повесить на группу компаний. Это, друзья, тоже будет отслеживаться и будет очень жестко пресекаться и наказываться. Поэтому для этого у нас есть специальные службы, для этого у нас есть специальные команды, которые будут в этом направлении работать. Поэтому это, друзья, тоже очень важная такая составляющая. Мы вам говорили, что очень серьезно готовимся к системе физической безопасности, чтобы Skyway, именно Экофест прошел гладко, именно как праздник, чтобы не было никаких эксцессов. Поэтому здесь тоже, друзья, просим, кто поедет, и проявлять длительность, и очень серьезное понимание и к безопасности, и к неким неудобствам, потому что, друзья, события очень важные, и оно будет очень хорошо организовано. Ну и, соответственно, вот к таким вот информационным провокациям, то есть видите, что когда мы создали мощнейшую информационную волну, мы создали ожидание демонстрации технологий, а жулики тут же пытаются под это собирать деньги, это, друзья, тоже ввеление времени. Но, с одной стороны, это несколько лестно, что под это событие кто-то хочет заработать, но не совсем нравится, что ответственность пытается сделать от нашего имени, украсть эти деньги и их повесить на нас. Поэтому, друзья, я передаю слово Алексею, вот он сейчас несколько, так как он координирует эту работу, и все, кто потом будет включаться по информации, вы замыкайтесь и пишите сразу Алексею, а он как раз вам несколько сейчас прокомментирует вот эту всю ситуацию, которая сложилась вокруг вот этих вот жуликов. Ну и я в конце сделаю там такое заключительное слово уже перед тем, как нам встретиться с вами в Марьиной Горке на Экофесте. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей Анатольевич. Да, действительно, то есть эта акция была подготовлена не один месяц, а может быть даже два месяца. То есть мы вчера советовались с программистами, и это действительно очень дорогостоящая акция. Люди, которые представлялись, я намеренно разместил на одном из популярных форумов именно свою фамилию, имя. То есть я в этом плане как бы не скрываюсь. Представился собой и как член Совета правления со мной эти мошенники вступили в переговоры. То есть вчера где-то, наверное, половину дня я на это потратил, если не больше. Ну и, собственно, так как переговоры, наверное, вести умеют, сейчас поставили на этот сайт заглушку. Я рекомендую вам просто записать этот сайт, но не переходите на него, потому что таким образом они формируют трафик дополнительный. То есть эта схема уже известная. Просто имейте в виду, если где-то появляется с упоминанием слова SkyWay, то есть все поисковики, благо, это все дело выдают, то сразу обращайтесь, пишите мне, Сергею Анатольевичу, то есть все данные, я думаю, что у вас есть. И сейчас вот я еще раз их продублирую, потому что это очень важный момент фильтрации информационного поля. Вы все прекрасно помните, дорогие друзья, что после заключения первых контрактов по Индии сразу же на следующий день подготовленная серьезнейшая статья с переводом на хинди вышла с провокацией и с клеветой на SkyWay. И вчера эти люди умудрялись угрожать, что если вы сейчас помешаете нашим ICO, то есть мне лично угрожали, что я буду нести какие-то издержки, оплачивать их, и я как будто помешаю их ICO свершиться, которое теоретически могло бы привлечь сотни миллионов долларов, но мы не хотим входить, дорогие друзья, таким образом в этот рынок. И нам не важно вообще на какие средства рассчитывают эти люди, то есть сотни миллионов долларов таким грязным образом привлеченных, естественно, ничего не привлекут. Но я могу сказать, зная эту сферу, они легко бы привлекли несколько миллионов долларов просто буквально взмахом не волшебной палочки, а обычной палочки. Потому что очень много людей, неквалифицированных инвесторов, которые просто, ну, такое вот рабочее название, как хомяки, бегут и инвестируют, сломя голову, причем набиваются в толпу, ожидают какого-то события. И представьте, если бы была бы трансляция прямая эко-фестиваля, то есть сколько бы эти мошенники могли бы собрать денег. Я могу сказать, что огромная благодарность всему нашему отделу Skyway Capital, непосредственно службе техподдержки, которые это дело все отслеживают, потому что здесь на самом деле, сейчас найду слайд, размещена команда, то есть размещена команда непосредственно Skyway Capital. Не упомянуты только три человека, ну, несколько человек, это Сергей Анатольевич, это я, это Евгений Кудряшов. И мы не исключаем того факта, того случая, что потом даже планировали и на нас это все повесить, потому что мы вот как бы про крипто направление так вот завуалированно говорили. И я не исключаю тех методов мошенников, которые осмелятся пойти на такие вот именно действия. Здесь даже Григорий Михайлович, именно вот наш сетевик, лидер, активист по Крыму сейчас и по адресным проектам также указан. Я могу сказать, что Григорий Михайлович сегодня меня обрадовал, позвонил, что, вы помните, Виктора Тарасова, что уже от Виктора Тарасова пошли инвесторы. Вы понимаете, какой пул инвесторов, какие знакомства у Виктора Тарасова именно по московской бирже, по всей этой трейдинговой тусовке. И очень серьезные инвестиции у нас даже с российского уровня могут пойти. Это еще до экофестиваля, дорогие друзья. Что будет после экофестиваля? Я лично жду грузовое направление. В каком виде оно будет продемонстрировано? Естественно, 200, 400, 200. Но я не раз вам говорил про грузовое направление, потому что это транспортировки, это транзакции. Это то, за счет чего будет окупаться городское пассажирское направление вообще в будущем. То есть, теоретически, мы неоднократно говорили, что оно может быть бесплатным. Но, дорогие друзья, я не буду сильно много останавливаться, потому что есть все скрины, все переписки. На данный момент этот сайт на заглушке, я повторюсь, не заходите на него, потому что вы будете дарить им трафик, на который расходуются обычные деньги. Еще, кстати, примечательно. Внизу было указано адрес именно компании и указывали именно в переписке, что это Skyway Headquarters Organization, что-то такое связанное именно со штаб-квартирой. Никакого названия такой компании у нас нет. И когда я сказал уже, что они мне сообщили, что мы готовы все подкорректировать, если вас что-то не устраивает, я говорю, нас не устраивает все здесь. И вам поздно что-то корректировать, потому что уже все доказательства сняты. И, собственно, ребята уже работают определенные, чтобы вас вычислить. И сейчас мы не исключаем того факта, что непосредственно команда Узлова к этому отношению имеет, непосредственно, может быть, команда, я не знаю, акционеров, которые вошли в акционеры и чисто наблюдают, чтобы в один прекрасный момент срубить денег. И у них бы это удалось, дорогие друзья, если бы не было предотвращено это действие. Но наблюдаем активно Борис, Андрей, то есть все наши активные, так скажем, люди, которые не спят только перерыв на еду, сходить в туалет, Слава Колье, все, пожалуйста, наблюдайте за этим сайтом. Я могу не заметить, так как у нас будут очень серьезные переговоры с Сергеем Анатольевичем еще 30 мая. Если они начнутся, пишите прямо на почту, то есть почту я проверю, кто знает телефон, пишите смс, то есть обязательно будем в курсе, потому что они могут воскреснуть прямо перед экофестом. И те люди, которые не подозревают иностранцы, что это все фейк, что это все обман, они понесут деньги. Нужно, чтобы ни одного биткоина, не дай бог бэфира и так далее, не было пожертвовано на эту мошенническую схему. То есть даже вот мошенническая схема, вы заметили сейчас, что это все реализуется такими способами, именно высокотехнологичными. И я могу сказать, что непросто было это подготовить, я не знаю, настроены у них умные контракты, настроены ли у них. Скорее всего у них просто кошельки приема криптовалюты, завуалированные под какие-то операции. И тут меня еще обвиняли вот эти люди, некий Александр, который со мной вел переписку. И он сказал, опять же, я думаю, что спровоцировав именно недоверие кому-то из акционеров, совладельцев именно нашей компании, кто на платформе Skyway Capital развивается, что на самом деле заказчиком является кто-то из наших лидеров, который именно публичный, который часто мелькает в поле Skyway. Но, дорогие друзья, мне кажется, что это обман, это провокация и это хорошо подготовленная провокация. Я могу сказать, что пришлось попотеть, пришлось потратить огромное количество времени на этих недоброжелателей наших и людей, желающих срубить быстро денег. Почему срубить? Потому что они рубят сук, на котором сидят, и они упадут, потому что все равно их найдут. И тот, кто будет вообще вот Skyway именно такие действия оказывать, обязательно окажется в проигрышной ситуации. Почему? Да потому что показывает так время, дорогие друзья. Я вот даже сейчас вспомнил, что, возможно, забыл поздороваться, но потому что меня действительно со вчера распирает эмоции. И я могу сказать, что это то направление, вот это вот крипто направление, ICO и так далее, которому нужно готовиться как минимум 9 месяцев, 12 месяцев, год, но никак не месяц. То есть, если сюда входить именно компании нашего уровня, и, дорогие друзья, в свое время вы узнаете, вы узнаете, что такое криптовалюта, что такое смарт-контракт, будут открыты целые научно-популярные вебинары, специально обученные люди, именно профессионалы и в этой области, и, естественно, в нашей логике это будут сподвижники Skyway, будут рассказывать простым языком на пальцах, что такое и для чего нам это нужно. Нам это проект Skyway, потому что мы не собираемся даже в этой индустрии, как-то, когда вот надумаем что-то запускать, даже именоваться криптовалютой, то есть даже названия у нас будут другие, потому что, дорогие друзья, у нас уникальный свой путь, у нас небесный путь и своя стратегия развития. Еще я хотел бы остановиться на таком явлении, как сейчас многие люди, которые, опять же, респектабельны в своих кругах, которые понимают, что сейчас, скорее всего, Skyway не будет испытывать какого-то недостатка финансирования, то есть сейчас, в хорошем смысле этого слова, лавинообразная волна идет именно привлечение инвестиций, и они желают в своих странах, которые молчали, которые ожидали чего-то, либо вообще не были в курсе о Skyway, начинайте развивать Skyway, не согласуя это абсолютно ни с головной компанией, ни с Надеждой Геннадьевной Косаревой, ни с Анатоли Эдуардовичем Юницким, ни с Виктором Бабуриным, эти действия. То есть, к примеру, это Green Transportation, некая компания с Бразилии, которая даже провела конференцию, и мы также будем с этим разбираться, потому что уже разбираемся, сегодня я трачу второй день на это, Евгений Кудряшов тратит, я могу сказать, что очень много задач стоит, Жанна тоже, наш активный лидер по Германии, тратит свое время. Лучше это время, естественно, тратить на привлечение инвестиций, но необходимо это пресекать, потому что все должно быть в едином информационном поле, потому что если что-то вдруг будет рассказано, упомянуто не так, если, я даже увидел, там президенты Skyway по Бразилии образовались, то есть, люди вообще как бы не думают о каких-либо понятиях, то есть, их задача построить сеть, либо привлечь инвестиции. Я думаю, что даже когда они пойдут общаться с государством, вот эти все переговоры также будут освещены в их медиа-разделе, как именно взаимодействие, интеграция с правительством, и несите больше им денег. Дорогие друзья, мы не можем этого допустить, мы, это команда Skyway Capital, члены правления, и все активисты, которые развивают это направление именно в согласовании и в требовании головной компании не допускать этого. Поэтому я могу сказать, что эра фондов прошла уже года полтора назад, и когда-то даже нам, Сергеем Анатольевичем, когда мы переходили из Skyway Invest Group, предлагали делать свое направление, но мы решили, что мы с нуля начнем развиваться в Skyway Capital. Сейчас неплохая, так скажем, деятельность развернулась, неплохие результаты деятельности, я считаю. Но, дорогие друзья, время фондов, как вот Миша Копян делал, как краудинвестинговая площадка, я даже не помню, как сейчас называется, все попытки увенчались не успехом, а провалом. Если не провалом, то отсутствием привлечения инвестиций, что для нас равноценно провалу. Поэтому, дорогие друзья, все сейчас будет развиваться именно на платформе Skyway Capital, что касается привлечения инвестиций в фиатных, в бумажных, либо в денежных переводах. Таким образом, это сейчас выстраивается. По-другому это никак не может быть выстроено. Поэтому будем достаточно жестко общаться с теми кандидатами, которые осуществляют деятельность несогласованных привлечений инвестиций. Потому что сейчас пока что, даже если как-то это не прописано, я не удивлюсь, что уже может быть это и прописано и в головной компании, и в Skyway Capital. Так как головная компания не имеет отношения привлечения инвестиций, все-таки это осуществляется именно через краудинвестинговую платформу Skyway Capital, то может быть внесен тот пункт согласования именно владельцев технологии, если это понадобится, что никто не имеет права осуществлять подобную деятельность, не согласовывая со Skyway Capital. И я считаю, что это будет абсолютно правильно. Ну вот, теперь, дорогие друзья, вот у меня наоборот такое выступление, непосредственно таким положительным эмоциям, то есть про Словакию я рассказывал, буквально через несколько дней я уже отправился в Прагу, и я могу сказать, что это было событие, перевернувшее мировоззрение многих банкиров. Потому что во второй день, когда мы с Сергеем Анатольевичем ожидали наших друзей, коллег, то есть Сергея и Ольгу, Ольга у нас седьмое место заняла на конкурсе видео к ЭК-фесту, за что огромная благодарность, за то, что не постеснялась и не побоялась затрат времени и не сделала это видео. Мы ожидали просто возы отеля, и к нам подходили банкиры различные, то есть с различных банков, как российские, так и зарубежные, инфраструктурщики, обсуждали даже именно высокоскоростной транспортный коридор, то есть обсуждались до того, что дали визитки, сказали, ребята, где вы раньше были, и то, что вы делаете, это действительно переворот, это действительно эволюция в транспортной индустрии, и даже привлечение инвестиций вы всех обогнали, потому что вы не нуждаетесь именно ходить, побираться и отвечать на главный вопрос, который многие стартапы себе задают, это откуда взять деньги. Мы знаем, откуда взять деньги и на что их потратить, не оставляя каких-то запасов буквально с колес, потому что вот эти 200, 400, 200 метров, вот это грузовое направление, это 28-местный юнибус, который уже стоит, который уже установлен, мне Виктор сказал, цитирую Виктора, сегодня переписывались в Вайбере, но я знаю, когда Виктор так напишет, когда более так спокойно скажет, он сказал, Леш, это просто космос, то есть экотехнопарк, это у нас просто что-то космическое, космическое и абсолютно сейчас соразмерно и созвучно, созорный шлях, то есть звездный путь, это улица, которая называется, именно вот Экотехнопарк не называлась раньше, никак это улица, и это, дорогие друзья, это вот наш путь, и абсолютно правильно в чатах говорил и Олег Гаврилов, что если мы все объединимся и руки поднимем, никакие мошенники не пройдут, потому что мы формируем свое информационное поле, именно ЗАО струнные технологии формируют свою будущую сеть, которую мы будем, как пользователи, использовать этот Транснет, единое транспортное, энергетическое, социальное, коммуникационное, информационное, даже финансовое, я думаю, сеть, и, соответственно, мошенники, какие-то аутсайдеры, они будут за пределами Транснет. Ну, и это их право, это их шанс сейчас входить на этот экономический ковчег, либо подождать, либо потом быть аутсайдерами, потому что, ну, сейчас, когда говорим о блокировке Skyway Capital навечно, то люди начинают бояться, и несмотря на то, что говорили, говорили, что нет контактов никаких, сразу, буквально за 10 минут находят все контакты, уже на вечер мы организуем переговоры, которые вначале, по легенде, должны были готовиться месяцами, ну, как минимум неделями. То есть бояться, потому что чего будет потом, чего достигнет, и чем заниматься будет Skyway Capital, это, естественно, финансирование тех адресных проектов, которые позволят финансировать именно в плане краудинвестинга, головная компания, и дорогого стоит, дорогого стоит быть на хорошем счету именно у Skyway Capital, потому что это та первая платформа краудинвестинговая, которая сейчас привлекает наибольший поток инвестиций в Skyway. И если говорить про свои ощущения, про пражский форум, я могу сказать, что, опять же, как и на всех выставках, мы произвели фурор, то есть запись Сергея Анатольевича выступления вы обязательно получите, сейчас разошнем в чатах, какие-то проблемы там с архивами были, то есть почему-то запаковалось неправильно, ну, видимо, что-то пытается помешать, чтобы люди радовались и так далее, что-то пыталось помешать Экофесту вначале и с точки зрения научно-производственной, конструкторской работы и с точки зрения подрядчиков. И вот вчера буквально с точки зрения вот этого мошеннического фейкового сайта для проведения initial coin offering, то есть первичное размещение токена, монеты. Но, дорогие друзья, ничего не помешает Skyway, потому что нас уже настолько много, так как синергетический эффект формируется колоссальный. И мы, как Sky-магниты, будем притягивать все большее и большее количество людей, как были притянуты, собственно, все участники Пражского форума. И сейчас Биржуков и его коллеги, Ахмед и так далее, все являются сподвижниками, пока что, может быть, не активистами, но монетка в их сознании проронилась, и растение нашей экогенной технологии прорастет в их сознании, и они начнут уже со своими связями, со своими ресурсами. Альберт уже начал прорабатывать проект Skyway, помогать строить Skyway, спасать планету и давать дорогу в мир транснету каждый день. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья, и до скорых встреч на Экофесте. Очень-очень жду этой встречи со многими своими друзьями, коллегами и всеми-семи активистами, и всеми людьми, кто развивает проект Skyway. До скорых встреч. Так, Алексей, спасибо. Я тут как раз тебя в перископе показывал, чтобы трансляция шла. Сейчас я переключусь. Все, спасибо. Вот, ну, друзья, Алексей добавил и прокомментировал все, что связано с этим мошенниками, друзья, это сейчас уже не так важно. Но, как вы понимаете, давайте из каждой даже отрицательной информации делать хорошие выводы и нужные для нас выводы. То есть можно однозначно сказать, что грандиозность экофеста признают сегодня все. И даже люди, которые с нами борются, те, которые являются ворами-мошенниками, они даже пытаются использовать это событие в своих интересах. То есть нашу работу, как всегда, как одно в свое время они попытались примазаться о том, что они имели какое-то создание к полигону в городе Озерах в 2000 году, что имели отношение к этому Зилу нашему дедушке Skyway. сегодня пытаются примазаться. Это, друзья, судьба неудачников. И это те, кто вечно будет мешать и даже брать деньги за то, чтобы потом с нами бороться. Это люди, которые ничего в жизни создать не могут, но пытаются примазаться к чему-то великому. Поэтому, друзья, это жалкое зрелище, могу сказать. И таких людей, жалко, это не совсем правильно, потому что они не безобидные, как букашки, а это все-таки жулики. И время этих жуликов обязательно придет. Здесь можно четко так сказать. А для нас, друзья, очень важно, что у нас команда сработала довольно-таки эффективно, четко. Первое, что мы вычислили работу, очень оперативно отреагировали. Дальше мы по нашим партнерам разослали информацию. Сегодня пойдет волна о том, что это мошенническая схема. И для нас очень важно, друзья, что очень многие сейчас вот даже из обсуждения из сайтов видно, что задают вопрос, а почему вы сейчас не делаете, почему, так сказать, Алексей правильно и вам очень четко ответил. Мы работаем в этом направлении, но, друзья, это месяцы, то есть это подготовка сложнейшей платформы. Это должны быть мощные разработчики. Это серьезнейшая работа, которая должна быть увязана и с проектированием, и с адресными проектами. И мы говорили, что мы сегодня ведем переговоры с очень многими разработчиками. Это будет работа, но когда это будет готово, мы вам расскажем, покажем, и это будет официальное заявление. И мы это подготовим, и это все будет на очень высоком уровне. А сегодня, когда вот так вот с наскоку, используя модные слова ICO, криптовалюта, биткоин и, соответственно, электронную биржу и эффект, который идет от Экофеста для того, чтобы заработать какие-то жульнические деньги, это, друзья, как раз показывает о том, что это важное направление, и мы, отвечая на этот вопрос, говорим, что мы будем этим заниматься и очень серьезно, и очень основательно, но всему свое время, друзья. Сейчас еще время не пришло. Это очень и очень предварительно рано. Поэтому это все должно быть вместе с демонстрацией основных узлов технологии, это уже приближающиеся к грузовой, к скоростной трассе, это должно быть уже к адресным проектам, увязанной и к увязке уже целой комплексной системы, которая развивается во всем мире. Это, друзья, всему свое время. И мы говорили о том, что это будет, но это будет как минимум конец 2017 года, первая половина 2018 года. И второй элемент, ни в коем случае это не будет сделано тайно, это не будет сделано подпольно, это будет все открыто с серией семинаров, конференций, объяснений и только публичным запуском. Никакой партизанщины, никакой скрытой работы здесь не будет, потому что все эти партизаны, так сказать, это, друзья, как раз жулики. Так, ну что, друзья, у нас с вами все вопросы, которые мы... А, да, мне еще тут очень много-много освещали, сделали, до сих пор, друзья, продолжают писать по поводу колеса Даюнова, по поводу Сергея Семенова, который пытается почему-то по нашей базе Скайвея пропихнуть свое колесо, то есть пускай он пихает свое колесо куда хочет, только не привязывайте к этому Скайвей, и тем более о том, что инвесторы Скайвей должны быть иметь к этому отношения. А то Юницкий тут вчера даже так несколько возмущенно сказал, что ему пишут с возмущением и говорят, а почему мы не используем колесо Даюнова? И ответ ответ на этот я уже давал на предыдущем вебинаре, сейчас просто повторюсь, друзья, потому что все, что используется в Скайвей, оно на порядок лучше, и мотор-колесо, которое сегодня стоит в Юнибайке и Юнибусе, оно по характеристикам близко не стоит к тому, что делает Даюнов. Прошу больше на этот предмет глупых вопросов не задавать, тем более, почему Семенов продает колесо Даюнова, откуда я знаю, почему он его продает. До этого, в прошлом году, он мне продавал, пытался, чтобы я инвестировал в какой-то Грааль. Представляете, человек, который сначала занимается Скайвеем, потом Граалем, какой-то там вечной формулой, а потом колесом Даюнова. Это личное дело Семенова. Поэтому прошу не путать здесь ни Скайвей, ни тем более команду Скайвей Капитал. А если Семенов использует нашу базу для того, чтобы продвигать такого рода штучки, ну тогда он мошенник. Это точно можно сказать. Тогда мы будем с ним разбираться, что он ворует уже у нас сегодня информацию для того, чтобы продвигать или зарабатывать на этом какие-то деньги и отношение к этому только однозначно такое. Никакого другого быть не может. Но это тоже, друзья, как попутные. А теперь, друзья, давайте уже для того, чтобы завершать. Завершать, естественно, мы будем на именно такой ноте, что с очень многими из вас я просто жду с нетерпением встречи, потому что, друзья, очень многие за эти три с половиной года возникло друзей, очень много возникло партнеров, соратников. Я честно могу сказать, что когда у меня был день рождения, это два месяца назад, я никогда в жизни не получал такое количество поздравлений, такое количество открыток, такое количество действительно пожеланий, потому что действительно людей, с кем мы сейчас стали работать, делать, очень много. и если в начале 2014 года мы сидели в пятером в одной комнате, смотрели друг на друга и начинали вести первые вебинары, то сегодня однозначно можно сказать, что у нас десятки, сотни тысяч людей, которые направлены на решение задачи. И это основное, что создал Юницкий. И еще раз сославшись на мнение Альберта Жукова, то есть, когда он увидел и посмотрел действительно, он говорил, при мне звонил Юницкому и говорил, что он подача, я вас поздравляю, вы получили, так сказать, но больше всего я поражен даже не той инженерной, если что вы сделали, а ту команду, которая вокруг сегодня у вас собралась, потому что это сотни тысяч людей, которые продвигают технологию, это сотни тысяч людей, которые верят и которые помогают. Это уже будет выражено именно в Экофесте, потому что будем считать, что это как съезд, как сбор партнеров, которые не все смогут в 300 тысяч, которые у нас сегодня партнеры приехать, приедет 5 тысяч, но это друзья тоже это фактически вот каждого 60-го делегация, поэтому это тоже друзья все-таки немало, очень немало, и мы абсолютно уверены, друзья, что мы достойно проведем это время, мы достойно представим и покажем, посмотрим технологию, все увидим и дальше понесем этот заряд. Я абсолютно уверен, что на следующий день, 2-го июля информация Skyway просто пойдет мощной волной по всем, там будут все государственные каналы Белоруссии, там будет очень много прессы, друзья, это будет очень широко освещаться, это будет освещаться, естественно, друзья, в нашем Перископе, можете не сомневаться, вот, то есть всю трансляцию, кто смотрит через Перископы, вы увидите, и основные моменты, и основные делегации интервью возьмем, и выступление Юницкого, который будет как отчет за проделанную работу, ну и основные участники, которые также будут приезжать, то есть вы это все, друзья, обязательно увидите, это мое, вам, скажем так, и обязательство, которое я на себя взял, и обещание, которое, которое я обязательно буду выполнять, поэтому, когда мне кто-то пишет и говорит, что по разным причинам, по семейным, по рабочим, по разного рода, не сможет, я говорю, друзья, мысленно вы с нами, это самое главное, это самое главное, что 300 тысяч человек в это время будут объединены в одном месте, и это тоже, друзья, будет уникальное событие, вот, вы увидите, вы увидите Перископ, вы увидите репортажи, которые будут идти, вы почувствуете атмосферу, потом обязательно будут фильмы, которые будут передавать всю эту атмосферу, вы увидите обязательно все репортажи, которые будут сделаны, вы увидите все образцы, которые, все это, друзья, будет обязательно, погоду спрашивать, друзья, насчет погоды можете даже не переживать, и вообще, там, где Skyway, вопросы по погоде можно не задавать, это я вам скажу абсолютно, абсолютно точно, вот, поэтому, друзья, давайте уже, я с нетерпением сам жду этого праздника, я с нетерпением жду встречи с большим количеством друзей, которые у меня появились за эти три с половиной года, вот, и продолжают, и продолжают появляться, я говорю, то есть, вот сейчас в каждой стране, а это практически в неделю уже раз, а сейчас уже два раза в неделю идут презентации, встречи, вот, потому что очень активно подключаются инвесторы, такие крупные инвесторы, и везде просят именно мою консультацию, именно ту информацию, которая у меня есть, которую я располагаю для того, чтобы не было никаких вопросов, и это как раз сейчас очень такая тяжелая работа, но Анатолий Лавадж просит всегда, чтобы вот на таких важных встречах я все-таки присутствовал сам, не только по интернету, поэтому, и это результаты дает тоже, конечно, очень серьезный, у меня есть личный мой рекорд, установленный вот на прошлой неделе в Италии, когда из 20 бизнесменов крупных, которые пришли, после первой же презентации, когда они услышали только первый раз со Скайуэй, трое из них сделали очень серьезные инвестиции прямо после первой же встречи, то есть это говорит о том, что, друзья, у нас достаточно уже материалов, достаточно аргументации для того, чтобы крупный бизнес, а это, друзья, десятки тысяч евро сразу, от каждого, для того, чтобы люди принимали такие решения, это, конечно, радует, это заслуга именно инженерной школы, это заслуга личной инженеры Юницкого, который доказал, и эффект, который прошел после Академии наук, когда сделал презентацию, они были просто все в шоке, и в шоке даже не от той технологии, то есть они там много видели инженерных решений, все были поражены, что он говорит, Анатолий Дварович, мы преклоняемся перед вами, вы смогли это сделать, вы смогли это преодолеть, несмотря на не то, что равнодушие, не то, что противодействие, а активное противодействие всей среды, вы смогли это сделать, а сегодня начинается, друзья, другая ситуация, сегодня каждый уже хочет присоседиться и сказать, я раньше это говорил, я раньше это был, и сейчас начнется уже приход инвесторов, которые сразу говорят, что давай, давай, быстрее хватай мешки, вокзал отходит, но, друзья, до этой ситуации надо дойти, и я многих из вас знаю, вот уже и по никам, лично знаю, что когда люди, которые приходили к нам в 2014 году, в начале 2015 года, когда была другая совсем ситуация, когда каждая моя конференция начиналась с того, что мне задали вопрос, а вы не мошенники, вы не жулики, вы же хотите украсть денег, и первое, что мне началось говорить, что нет, ребята, мы не мошенники, мы не жулики, мы венчурная инновационная компания, которая продвигает технологии, а сегодня, когда я начинаю выступление с того, что я ставлю ролики, где идет демонстрация, идея показ заводов и показ контрактов, я говорю, ребята, вот это мы сейчас дошли, теперь я вам расскажу, как мы к этому шли и куда мы дальше пойдем. И сейчас вот этот экофест, это как подведение черты, это как отчет инженерной школы, которую создал инженер Юницкий, перед инвесторами, перед теми, кто поверил, перед теми, кто пришел, показать, что сделано, показать, как это работает, и что самое главное, друзья, показать, что будет сделано. Но если в прошлый экофест то, что будет сделано, это шаги, которые мы сегодня показываем, то на следующий год, друзья, вы поверьте, что это будет радикально другой экофест. Он также будет в середине следующего года, но то, что будет показано на этом экофесте, друзья, уже 2018 года, а он будет в преддверии уже и на транса 2018 года, где я абсолютно вам, друзья, четко могу утверждать, что и на трансе 2018 года ключевым экспонатом и ключевой компанией будет Skyway. И осталось, друзья, чуть больше года, это сентябрь 2018 года, и я абсолютно точно в этом могу утверждать. И на транс 2018 года это будет бенефис Skyway. Так что это следующий этап, друзья, к чему мы дальше будем готовиться, к чему мы будем идти, и сразу после экофеста у нас будет, соответственно, и на транс, это мировая уже будет презентация, это будет мировой бенефис, где Skyway, конечно, займет самое достойное место, потому что к этому времени мы реально, друзья, уже выйдем на скоростные испытания, и на этот экофест, точнее, на этот и на транс будет уже четко, уже показан и скоростной юнилет, и скоростные юнибусы, и концепт уже гиперлета. Это тоже все, друзья, будет готовиться к и на трансу 2018 года, который полностью перевернет всю транспортную отрасль, исходя из того, что мы к этому времени уже будем реализовывать адресные проекты. Ну все, друзья, давайте на... Так, что тут еще начало? Надо новичкам отвечать. Мы не жулики, мы гения. Да, друзья, сейчас уже прошло то время, когда надо что-то утверждать, что-то делать, надо просто показывать, что мы сделали. И, друзья, это самая приятная вещь. Это когда говоришь, что мы это сделали, а тот, кто будет на экофесте, друзья, вы все будете видеть и ощущать сопричастность, потому что это сделано все нами вместе. Это то, что организовал Юницкий, задал Вектор и дальше все это организовалось. И энергия сотен тысяч и уже, можно сказать, миллионов людей, потому что зарегистрированных уже больше миллиона, то есть у нас уже открыто больше миллиона личных кабинетов, друзья, но действующих, те, кто инвестирует, пока чуть больше 300 тысяч, но это говорит о том, что больше миллиона человек получает информацию в постоянном режиме. А количество друзей у нас, соответственно, очень и очень резко увеличивается. Поэтому, друзья, до встречи. Вебинар после экофеста в среду, то есть следующего, это получается, 2-3-5 числа, будем проводить или не будем, я, друзья, пока сказать не могу, потому что пока у нас все заканчивается такая активная, это вот экофестом и дальше ряд встреч, которые уже идут после нее, поэтому пока по вебинарам на следующую среду, наверное, делать не будем, потому что все еще будут разъезжаться, у всех будет эмоция, все, потом все это несколько уляжется, и вот тогда уже через среду будем спокойно подводить итоги, смотреть репортажи и, соответственно, уже начинать думать о будущем, которое будет за экофестом. Поэтому, друзья, давайте вот на этой ноте с многими встретимся, сфотографируемся под дедушкой Зилом Ю-21 с юнибайками, с юнибусами и 14-местным, и 24-местным и обязательно посмотрим на наш фруктовый сад, где сегодня уже порядка 8 тысяч фруктовых деревьев и вообще просто друг другу пожмем руки и друг друга поздравим с тем, что мы собрались в нужное время в нужном месте. И это место, друзья, 1 июля, Марьина Горка, Республика Беларусь. Все, друзья, до встречи тут по этапам спрашиваются, все, не переживайте, сразу после экофеста в самое ближайшее время будет смена этапа. Когда говорим сейчас, это, друзья, уже третий вопрос, очень быстро мы перейдем на десятый этап. Рыба в прудах водится, да, уже есть не только карп, есть уже и осетр, и стерлядь, и форель, форель сейчас жарко, так сказать, а есть уже и осетр, и стерлядь, так что рыба в прудах тоже есть. Так, лайк, да, не работает сегодня счетчик, лайк, ну все, друзья, на белорусской земле. Субтитры создавал DimaTorzok